Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Резван Газимагомедов совместно с начальником ПУ ФСБ России по Республике Дагестан Андреем Карпенко, начальником дагестанской таможни Сергеем Троцкой, руководителем ФГКУ, Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Геннадием Безлобенко и многими другими проверили ход реконструкции самого загруженного сухопутного пункта пропуска на границе с Азербайджаном Яра Казмоляр. В ходе проверки было выявлено, что в прошлом году на участке были открыты дополнительные пять проектные полосы движения и еще пять в текущем. Сегодня у нас практически готовность в ноябре сдать объект строительную готовность, а уже после это сдать ее эксплуатацию. То здание, которое мы рядом находим, он уже введен в эксплуатацию. Здесь по первому этапу он уже у нас задействован. А дальше мы с вами сегодня смотрели по полосам, которые уже задействованы, но не сданы. Они будут сданы в ноябре месяце. Все по графику, все уместилось. Объемы работ, которые выполняются, были по плану в этом году, будут выполнены. Отметим, что в рамках проекта было построено и реконструировано 30 зданий и сооружений, залито около 3,5 тысяч кубометров бетона, смонтировано 175 тонн металлоконструкции, проложено 13,5 километров наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория площадью 29 тысяч квадратных метров, смонтировано своевременное высокотехнологическое оборудование и многое другое. Мы данному объекту очень большое внимание всегда уделяли и нам удалось, безусловно, очень сильно продвинуться, по сравнению с прошлыми периодами. Объект на сегодняшний день готов чуть более 90% готовности. Основные работы, которые остались, они связаны с пусконаладкой инженерных систем, благоустройством и так далее. Безусловно, мы пытаемся все силы отдать для того, чтобы в декабре полностью объект сдали, ввели в эксплуатацию. Как отметили участники собрания, в ближайшем будущем начнутся ремонтные работы автомобильных пунктов пропуска Тагирек, Казмоляр и Новофиля. Срок завершения данной реконструкции намечен на 4 квартал 2026 года.